Партия «Вигзеев» и партия «Демология» уже 20 с лишним лет, поэтому мы, скажем так, на выборной поляне игроки, да, и когда-то мы добивались вообще великолепных успехов. У нас некий регионов по 20, 17, 15, 15 процентов. Мы, наше издательство, цифры накидалки, наше парадо не было, но, в то же время, за 10 процентов зашкаливал, потом жизнь у нас сложила в «Справедливую Россию», да, и мы увидели, что «Справедливая Россия» нам защищает интересы капитально людей старшего поколения, а теперь, можно сказать, о людях пенсионного возраста, потому что к 43 миллионам пенсионерам еще прибавилось 15 миллионов людей. пенсионного возраста, хотя мы не считаем, что наш ресторан, наш избиратель – это именно люди пенсионного и перспенсионного возраста. Мы считаем, что наши избиратели – это все россияне, которые задумываются, а как они будут социально обеспечены в определенные годы своей жизни. И мы сегодня говорим очень коротко. Сегодня ты пионер, завтра ты пенсионер. Поэтому задумайся и защити свое старшее поколение, даже молодым своим голосом, пустая его выскорительный уровень. Мы на этих выборах довольно широко представлены. Идем с 9 из 11 субъектов Российской Федерации в областные думы. Мы идем, если мне память не изменяет, она мне не изменяет, это 4 матерева, то есть губернатора, кандидатами губернатора. Мы выставили своих кандидатов в двух округах в Государственную Думу, в Пензе и Ярославле. Поэтому такая география большая, не считая где-то порядка тысячи кандидатов в депутаты в муниципальных уровнях, в том числе и города субъектовые, столицы субъектовые. Это Липецк, Рязань, Смоленск, ну и другие, не буду все перечислять. И понятно, что затратив огромное усилие на выдвижение, на сбор в подписи, на продвижение своих кандидатов до бюллетеня, вот такой вот пункт, назовем его, да, это затраты, они должны быть защищены. Защищены, конечно, наблюдатели на день голосования. Да, власти, скажем так, и соответствующие структуры, которые сегодня могут влиять на принятие законодательства по изменению системы голосования, да, видите, нам, электронное добавляем, добавляем с вами три дня, а в некоторых субъектах даже будет не три дня, а больше, да, чем три дня, там приняты местными законодательными собраниями, по-моему, до десяти дней голосования, вот. Это все нарушает такой единый день голосования, когда в единый день голосования избиратели приходят на избирательные участки, берут бюллетени, расписываются за них в угнах для тайного голосования, или просто на коленке делают свои отметки и опускают уже в соответствующий опечатанный ящик, где собирается бюллетение для дальнейшего подсчета. Конечно, теперь будет сложнее, три дня. Мы прекрасно понимаем, что таких организационных и финансовых усилий партии сделать не может, поэтому мы в наиболее, скажем так, для нас интересных регионов, все наблюдатели, в основном это все волонтеры, да, люди старшего поколения, которые понимают, что защитить их может только партия пенсионеров, если она пройдет в законодательных собраниях Российской Федерации и будет постоянно пенивать, подталкивать тех, кто на сегодняшний день имеет большинство голосов, потому что они не забывали о социальных проблемах, которые существуют в регионах и в стране в целом. Мы приветствуем такое объединение всех по схеме наблюдения за результатами выборов, но вместе с тем, я скажу такую мысль, что все-таки это очень некрасиво, что в стране мы из года в год говорим о фальсификации. Это просто безобразие. Мы в стране, посмотрите, что это за выбор. Выборы президента фальсификация, выборы депутатов Госдумы 16-го года фальсификация, выборы областного Думы, значит, 16-го года фальсификация, причем партия пенсионеров через суд доказала, что мы 1800 голосов у нас отняли. Но у нас есть это судебное решение. Но результаты остались все те же самые. Ничего не меняется, в конечном счете. Мы должны сегодня, видимо, обращаться от нашего сообщества малых партий, партии, которые уже, скажем так, и парламентские, он и во время существует довольно долго, обращаться, наверное, к участковым избирательным комиссиям, председателям участковым избирательным комиссиям. Товарищи, давайте не слышать тех, кто вами пытается командовать. Давайте все-таки честно смотреть на выборы. Прекратите складывать и покидывать в любое время какие-то бюллетени, которые непонятно каким образом вы потом фиксируете в журналах для голосования. Давайте с вами уходить от понятия мертвых людей. Давайте не писать вот тут друг другу постоянно жалобой. Давайте честно посчитаем. Давайте выйдем в Россию на тот уровень, когда мы можем сказать, участковые избирательные комиссии отработали на все 100, и все, что вы видите, это то, что вытащили из избирательных ящиков. Но у нас потом же идет с вами цепочка для центральной избирательной комиссии, да? И мы не знаем до конца, где у нас происходят вот эти вот моменты классификации, да, в конечном счете. Каким образом мы сегодня можем доказывать, что итоговый протокол на более верхнем уровне, это то, что сложили из участковых протоколов, да? Потому что очень часто, особенно это КПРФ, я знаю, ЛГПР это доказывал, да и многие другие партии во время предыдущих выборов. Смотрите вы, вот сумма по территориальной избирательной комиссии, а вот участковые. Не бьется все. Участковые показывают совершенно другие результаты, чем вышел протокол с другого уровня избирательной комиссии. Поэтому мы должны обращаться, видимо, от партии к участковым избирательным комиссиям. Давайте, наконец, будем с вами забывать тему фальсификации. Давайте, чтобы из нашей с вами риторики, из наших с вами газет, из борьбы партии уходила фальсификационная тема. Тема эта должна быть обнулена потихонечку в нашем обществе, потому что совершенно правильно сказал Алексей Геннадьевич, что люди на сегодняшний день не хотят ходить на выборы. Они на сегодняшний день говорят, да, а чего ходить, вы так за нас все решите. А чего ходить, вы так все посчитаете, как надо. Я сам провел не одну избирательную кампанию, как представитель партии пенсионеров. И я знаю на сегодняшний день, общаясь с молодежью в первую очередь, как она относится к выборам. Она в них не верит. Она не верит в те итоги, которые участковые избирательные комиссии, а дальше другие уровни избирательных комиссий, подводят и в конечном счете выносят вердикт, кто выиграл и кто проиграл. Поэтому на сегодняшний день, ну, наверное, уже так как в государстве принято, что у нас тридерное голосование, но надо помнить, что день голосования 13 сентября, я подчеркну, день голосования 13 сентября. И в первую очередь, избиратели, которые хотят, чтобы не было фальсификации, которые хотят потом честно, напутно говорить, то, что мы получили в конечном счете в процессе выборов, это то, что мы проголосовали в день выборов. Наберитесь мужества, сходите в день выборов 13 сентября на выборы. И не играйте в эти три дня, четыре дня или пять дней, сколько там соответствующее законодательство на областном уровне дает право ходить на выборы. Досрочно. Надо на выборы ходить. В день выборов. И не просто так день выборов называется днем выборов. И тогда мы чутко будем знать, что наши наблюдатели, которые выставили малые партии, не парламентские партии, которые себя малым не называют, они честно сказали, в день выборов была максимальная явка. И в день выборов эта максимальная явка была вот таким образом посчитана по тем бюллетеням, которые были опущены в избирательные ящики. В день выборов именно 13 сентября должны состояться все те итоги, основные, которые мы ждем, как все партии, которые выдаются за места в соответствующих парламентах, я таким словом скажу, хотя, может быть, их неправильно все парламентами называть, парламентам всех уровней, и затем мы будем с вами уже понимать, хорошо живем мы на территории, значит, мы правильный выбор заделали. Критикуем мы власть очень сильно, значит, что-то мы не так сделали, не так проголосовали. В следующий раз будем голосовать за тех, кто будет удовлетворять наши потребности. Спасибо.